Первые секунды после взрыва очевидцы в панике буквально разбегаются в разные стороны. Пламя и едкий чёрный дым за считанные секунды охватывают два подъезда и несколько квартир. Жители верхних этажей в огненной ловушке. Я смотрю, в окно дым валит. Я, значит, так вышла на балкон и смотрю, в первом подъезде полыхает. Я хотела выскочить, и выскочить не могла. Я взяла мокрое полотенце и вышла на балкон. Открыла створку балкона, и в этот момент на меня упала, прям ударила меня взрывная волна. Я посмотрела, что повылетали с третьего этажа соседнего подъезда окна, стёкла, рамы. Шесть человек пришлось спускать вниз с помощью пожарных лестниц. Троих с сильными ожогами отправили в больницу. Экстренно эвакуировали жильцов соседних подъездов. Взрыв произошёл на третьем этаже в первом подъезде. Ударная волна была настолько сильной, что снесла перегородки в нескольких квартирах. К счастью, в этот момент большинство жителей находилось на работе, поэтому обошлось без жертв. Причину возгорания сейчас устанавливают эксперты-криминалисты. Одна из версий нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Было установлено, что газовые приборы находятся на своих проектных местах. Визуально не разрушены. Единственное, имеются следы термического воздействия. Но соседи, не дожидаясь официального заключения, в один голос винят во всём жильца 11-й квартиры Максима Серепева. Говорят, он давно злоупотреблял спиртным. Очередная попойка случилась прошлой ночью. Ну, может, поддал и забыл газ выпустить. А у нас колонки газовые. Это от газовой колонки только взрыв такой мог быть. С такой силы с той стороны вышибло суда на всё. Мы прямо над этим товарищем-алкашом жили. Что это за человек, расскажите вам? Мы не знаем. Я знаю, что он Максим, якобы он был бывший полицейским. Тут его в форме видели. Мы на него вызывали неоднократно полицию. Жена писала заявление. Правда, на их жалобы, говорят люди, правоохранительные органы никак не реагировали. Если вина Серепева будет доказана, следователи наверняка заинтересуются бездействием участкового. Сейчас из-за взрыва и пожара буквально на улице оказались жильцы сразу двух подъездов. Пока эксперты проверяют, в каком состоянии несущие конструкции, владельцам квартир даже не разрешают забрать документы и деньги. В соседней школе развернут пункт временно размещения людей. Там у нас есть спальные места, приём пищи. То есть люди туда переместились, а с ними работают медики. Кому оказывают помощь, в том числе психологическая. Четыре квартиры разрушены полностью. Пострадавшими признаны как минимум 10 человек. Будет ли им оказана материальная помощь, пока неизвестно, но очевидно. Дом придётся серьёзно ремонтировать.